Недавно американские ученые выяснили, что существует 232 соединения, которые могут негативно повлиять на будущего ребенка. И все они наши верные каждодневные спутники. Итак, 10 самых страшных бытовых ядов и где они могут встречаться. Свинец. Этот мощный нейротоксичный металл может вызвать повреждения головного мозга, расстройства нервной системы, трудности в обучении и гиперактивность. Кроме того, может замедлить рост ребенка, как внутриутробно, так и после рождения. Свинец может быть в воде, если трубы старые. Его легко вдохнуть вместе со старой краской. Он есть в китайской посуде. Даже в некачественной косметике может быть свинец. Находили, к примеру, помаду, в которой были красящие пигменты, содержащие этот металл. Свинца довольно много в воздухе, если вы живете в мегаполисе. Как же его избежать? Купите на всякий случай бытовой фильтр для воды. Не пользуйтесь пластиковой посудой. Проведите ревизию в косметичке. Там должна остаться только качественная косметика. Лучше на основе натуральных ингредиентов. А совсем идеально переехать за город подальше от смога и поближе к природе. Ртуть. Препятствует развитию мозга и нервной системы. Воздействию ртути мы подвергаемся каждый день. Она попадает в воздух при сжигании угля на электростанциях. Ртуть попадает в океаны и пресноводные озера, реки и ручья и заражает рыбу. Особенно велика концентрация ртути в крупной хищной рыбе. Тунец, акула, рыбомеч, скумбрия. В общем, тот случай, когда морепродукты перестают быть полезными. Как избежать? Выбирайте морепродукты, в которых жирных кислот много, а ртути мало. Креветки, ментай, треска, анчоусы, сардины и форель. И поменяйте старые ртутные термометры на цифровые. Полихлорированные бифенилы. Стойкий органический загрязнитель, который ученые считают канцерогеном. Он поражает нервную, репродуктивную и иммунную системы человека. Эти вещества давно запрещены, но все еще могут в буквальном смысле отравлять людям жизнь. В организм человека могут попасть вместе с пищей, с мясом или рыбой, если корова паслась на зараженном лугу, а рыбу кормили выращенном на ядовитой почве кормом. Кроме того, содержится в упаковочных материалах, в пачках для крекеров и макарон. Как же избежать? Полихлорированные бифенилы концентрируются в жире, поэтому ешьте меньше красного мяса и жирной рыбы. Выбирайте свежие фрукты и овощи, поменьше продуктов, которые упакованы в картонные коробки. Формальдегиды. Опыты показали, что воздействие формальдегидов на беременных самок животных приводит к появлению на свет потомства с весом ниже нормы, с поражением легких и подорванной иммунной системой. Формальдегиды есть в быту практически везде. В ковровых покрытиях, лаки для мебели и вообще мебели из ДСП, в кондиционерах для белья, в косметике и шампунях. Кроме того, это побочный продукт курения табака и сжигания природного газа. Как же избежать? Внимательно читайте этикетки на шампунях и прочих предметах личной гигиены. Выбирайте лаки и другие средства по уходу за собой, где этого яда нет. Если не уверены, делайте маникюр только в хорошо проветриваемых помещениях. Избегайте аэрозолей от дезодорантов до свежителей воздуха. Воздержитесь от процедур по выпрямлению волос. Откажитесь хотя бы временно от кератинового восстановления. Хорошо бы, конечно, еще и мебель поменять на сделанную из натурального дерева, но тут уж не все в нашей власти. Но хотя бы проветривайте помещение как можно чаще. Фталаты могут вызвать бесплодие, преждевременные роды, недостаточный вес у новорожденных, а младенцы оказываются предрасположенными к ожирению, синдрому дефицита внимания и гиперактивности. Фталаты – это химические соединения, которые помогают размягчить пластик. Это то вещество, которое позволяет легко и равномерно наносить лаг для ногтей или лосьон для тела. Освежители воздуха, парфюмерия, моющие средства, средства личной гигиены – все они ароматизированы с помощью фталатов. Как же избежать? Читайте этикетки. Освежители воздуха и для машины тоже оставьте врагу. Ароматизированные салфетки, парфюмированные средства по уходу за телом туда же. Да и вообще старайтесь использовать поменьше средств по уходу за собой. Простите уже за такой совет. Организму лишняя химическая нагрузка в этот период ни к чему. Кроме того, фталаты содержатся в пластике, поэтому не разогревайте еду в контейнерах в микроволновке. А виниловые занавески для душа замените на моющиеся хлопчатобумажные шторы. Винил тоже содержат фталаты. Огнестойкие материалы. Эфиры, которыми пропитывают разные материалы, чтобы сделать их огнеупорными, могут вызывать нарушения обмена веществ, роста и развития мозга. Заболевания щитовидной железы, а также влияют на когнитивные способности и поведение детей. Эти вещества могут быть практически везде. В пластиковых корпусах бытовой техники, в обивке мебели и матрасах. Кроме того, как отходы производства они попадают в почву и воду, заражая рыбу. Как же избежать? Мебель можно накрыть чехлами, а в остальном окружить себя вещами из натуральных материалов и поменьше пластика. Толуол. Может замедлять умственное развитие и рост ребенка. Разрушает почки и печень, снижает иммунитет и сказывается на репродуктивной системе. Толуол – это бесцветная жидкость с резким запахом, используется как растворитель. Содержится в лаках и жидкости для его снятия, разбавителях и краски и в бензине. Легко испаряется, поэтому очень легко получить слишком много паров толуола просто при дыхании. Как же избежать? Не возитесь с красками и лаками, держитесь подальше от клея, а машину пусть заправляет муж. Антипригарное покрытие. Содержит перфторированные органические соединения, химические вещества, которые разработаны для того, чтобы сделать материалы не прилипающими, устойчивыми к стиранию. Их используют не только в посуде с антипригарным покрытием, но и при изготовлении упаковок для попкорна для микроволновки, коробок для пиццы и готовых обедов. Есть они даже в ковровых покрытиях и мебели. Воздействие этих веществ на организм беременных женщин пока не изучен, но ученые уже выяснили, что у мам, в крови которых содержались эти соединения, рождались дети с дефицитом веса. Кроме того, окружность головы у новорожденных была меньше нормы. Как же избежать? Не пользуйтесь средствами для защиты одежды и мебели от пятен, лучше уж лишний раз помыть или постирать. И с царапанной посудой с антипригарным покрытием лучше не пользоваться, но и придется отказаться от еды с доставкой или на вынос, или забирайте ее в своей упаковке. Асбест может вызвать рак. Этот материал широко используется в строительстве для изготовления виниловой плитки, гипсокартона, плитки для потолка. Кроме того, он может содержаться в воде. В некоторых местах асбест встречается в почве. Как же избежать? Фильтр для воды, во-первых. Во-вторых, если вы затеяли ремонт, тщательно проверяйте, из чего же сделаны ваши стройматериалы. Бисфенол А. Разрушает эндокринную систему, негативно действует на репродуктивную систему, повышает риск возникновения рака груди и простаты, может вызвать поведенческие расстройства. Кроме того, провоцирует выкидыши, бесплодие, эректильную дисфункцию, диабет и сердечные заболевания. Бисфенол А распространен очень широко. Его используют для изготовления жесткого пластика. Пластиковые бутылки, детские бутылочки, контейнеры для еды, посуда – это все он. Кроме того, это соединение используют для печати чеков в кассовых аппаратах. Иногда эпоксидной смолой, которая содержит бисфенол А, обрабатывают жестянки для напитков, чтобы избежать коррозии. Как же избежать? Избегайте консервов и продуктов, упакованных в пластик. В пластиковую посуду лучше не ставить в микроволновку и не класть в нее горячую еду. А если пластика избежать не удается, то на нем должна быть маркировка «Не содержит бисфенол А». Так что берегите себя и подписывайтесь на наш канал.